Привет, ребята! Сегодня, как и обещал, мы рассмотрим схему управления мощностью двигателя Blender Brown, который я разобрал, благодаря вам, кстати говоря. Поначалу я сделал неверное предположение, что вот эти вот кнопки, замыкающие контакты, выполнены они очень интересно, просто из проволоки омедненной, включают то один резистор, то резистор и конденсатор. Все дело в том, в чем моя ошибка. Я невнимательно посмотрел, и вот там, если приглядеться, под этими выключателями из проволоки находятся диоды. Поэтому при подсчете деталей я, конечно же, ошибся. Я перерисовал эту всю схему на бумагу, вот, и постарался прочитать и разместить детали точно так же, как они расположены здесь вот на этой плате, чтобы разобраться, как работает управление мощностью и оборотами двигателя, ну, довольно-таки крутого Blender, все-таки Браун, фирма знаменитая. Вот, тем более, что попросили меня схемку такую нарисовать и показать. А я люблю разгадывать электронные кроссворды, и любая деталь, любая плата для меня сродни как раз вот этому увлечению. То есть, я ее рассматриваю, измеряю, смотрю, как она работает, если она работает, либо просто изучаю, каков принцип ее работы по топологии самой вот платы. Итак, вот, что я нарисовал, выглядело это следующим образом, то есть, я перерисовал дорожки вот этой платы на бумагу простым карандашом, а дальше, переворачивая и рассматривая детали, я постарался их расставить так, как они здесь вот и расставлены уже в готовом изделии. Изделие всего лишь на двух кнопках и позволяет включать режим блендера и его двигатель либо в режим медленной скорости, либо в режим турбо. Кстати говоря, прямо на этой плате есть эти подписи. Давайте я попробую их показать. Я сейчас увеличу. И вот здесь вот, наверное, плохо видно. Вот в этом месте как раз подписано, что это свитч 2, и он позволяет блендеру крутиться на малой скорости. Вот здесь это я подписал. Давайте к рисуночку и по рисуночку посмотрим, как же этот агрегат работал. Потому что сейчас он уже не работает. Вот, по дорожкам я проследил, значит, где что стоит. Вот здесь у меня находится, ну не у меня, а вот на этой плате находится вот этот вот керамический резистор большой мощности и малого сопротивления. Его номинал, ну вот так, наверное, 4 ватта, 2,2 ома. Это можно прочитать. Для блендера мощностью 420 ватт, ну немножко удивительно, но именно через этот резистор происходит запитывание всей этой схемы. Других соединений с линией, ну или фазой, просто нет. Кстати говоря, данный блендер и данная схема рассчитана на заземление. Заземление идет через нейтраль, и вот здесь вот есть вывод такой, обозначенный буковкой H. H это в основном металлические корпуса любых приборов, устройств, моторов и да чего угодно. Корпус. Вот, он здесь вот напрямую соединяется с той самой линией, которая именуется у нас нулем, ну а на практике это нейтраль. Дальше. Вот этот резистор, он и является проходным для обоих вот этих выключателей. Контакты выключателя я нарисовал вот такими черными кружочками. Дальше можно отследить прямо по схеме, как все это работает. Неизменными и независимыми от замыкания контактов остаются вот этот вот большой резистор и вот эти два дросселя. Дроссели эти служат для помехоподавления, шумоподавления и от избыточных скачков напряжения, которые пойдут в сеть в случае, если у нас здесь работает коллекторный мотор с электрическими щетками, которые искрят и могут давать множество помех. Вот два дросселячка, дросселька. Вот они зелененькие. Вот раз и два. Номиналы их вы можете посмотреть по маркировке, честно говоря, меня их номинал особо не интересует. Просто два дросселя шумоподавляющих. Меня же интересует схема выпрямителя, который запитывает все это устройство. Поначалу вот в таком расположении деталей это понять очень, ну не очень, а немножко сложно. Давайте отсечем лишние детали. Есть две лишние детали, которые я поначалу принял за ключевые фигуры. Вот такой конденсатор. Это конденсатор X-типа, как их еще называют. Но вообще это конденсатор вот с такими номиналами, рассчитанные на 275 вольт. На самом деле рабочее напряжение таких конденсаторов 250 вольт, хотя 275 на них написано. Кому надо, вот номинал этого конденсатора. С такой емкостью, естественно, вращать мотор он не может. Это было моей ошибкой. Такому мотору надо хотя бы 2 микрофарады. Такая емкость не позволяет крутиться ему. Теперь вот этот резистор, тоже его убираем, потому что он не участвует в схеме мощности. Это резистор, разряжающий вот этот конденсатор. И хотя стоит он далеко, отследить его достаточно легко. Вот смотрите. По нейтрали этот резистор соединяется вот с этой точкой. Это точка конденсатора. Ну а вот здесь он соединяется напрямую. То есть вот эта линия, вот эта пропайка. То есть этот резистор служит для разряда вот таких конденсаторов. Как правило, они мегаомные, ну либо один, либо два мегаома. Больше и не надо. То есть он тоже не играет роли ни для сглаживания пульсаций, ни для запитывания самого мотора. Мотор, получается, запитывается у нас практически напрямую. Через вот этот резистор и через вот эту группу диодов. Хотя стоят они вот так вот в разнобой. Но на самом деле это обыкновенный диодный мост. Посмотрите сами. То есть когда у нас замкнут вот этот вот свитч турбо. А это вот эти вот два контакта. То мы получаем. Вот так вот пойдет ток. Нейтраль у нас всегда есть через вот эту точку. И опять-таки через вот эту точку. То есть нейтраль у нас есть в этой точке и вот в этой точке. Как видите, вот эти две точки можно соединить. Вот два диода соединенные последовательно. Следовательно, видите, вот этот вот диод идет сюда и через него же ток мог бы проходить в этот диод. Когда мы замыкаем контакт, то линия, она же фаза, через вот этот резистор подается вот в эту точку. Вот. То есть мы замыкаем два вот этих контакта. Подается вот в эту точку. Это опять-таки та же самая пара диодов, которые соединены последовательно. Обыкновенный ромбик, как его рисуют. Обыкновенный диодный мост. И он позволяет нам включить наш двигатель, который обозначается и плюсом, и минусом по питанию. То есть он постоянного тока. Хотя в данном случае ток выпрямленный, но не совсем постоянный. Он пульсирующий. Вот. И позволяет нам сделать пульсирующее напряжение одного направления, которое подается на электродвигатель. Но при этом полной мощности ограничены только вот этим резистором. Еще раз показываю. Switch Turbo замыкает вот эти вот две точки, подается напряжение вот в эту точку и вот в эти две одновременно, потому что они замкнуты через нейтраль. И выпрямленное напряжение с двух вот этих точек, вот это минус, а вот это плюс, подается на электродвигатель. Что же происходит, когда мы нажимаем вторую кнопочку? Это медленная скорость. Switch 2 это Low Speed. Он так и подписан. Замкнув вот эти две точки, мы не включаем дополнительных резисторов, мы не включаем дополнительных конденсаторов. Мы просто подаем напряжение на тот же самый выпрямительный мост, точно так же, но через вот этот вот диод. Один единственный вот этот диод, который дает уже у нас не полную волну на выпрямитель, а всего лишь одну полуволну. Тем самым мы действующее значение напряжения, которое здесь получится, уменьшаем вдвое. То есть мы отсекаем одну полуволну и здесь после выпрямительного моста у нас будет напряжение иметь форму такую же, как если бы мы просто пропускали переменное напряжение через один диод. В итоге мощность падает и скорость этого блендера уменьшается. Диоды, примененные здесь, я попытался рассмотреть через увеличительное стекло. Вот, и вот надпись, которая на них есть. Это 1N4007. Возможно, я чуть-чуть ошибаюсь, потому что не на все диоды я смог посмотреть. Там вот внутри этого выключателя стоит как раз тот самый диод, вот этот вот. Возможно, он немного другого номинала и другой маркировки. Но предполагаю, так как диоды все выпрямительные, что все они типовые и одинаковые. В общем, ничего секретного и сверхъестественного в этой схеме управления нет, кроме того, что она имеет две скорости, благодаря тому, что с помощью одного диода напряжение подается на выпрямительный мост не в полную меру, а лишь в половину. Ну, вот и все. Я выполнил свое обещание, надеюсь, вам было интересно. А этот кроссворд я уже разгадал. На этом все, ребята. Пока. До следующих встреч. Субтитры сделал DimaTorzok